Стандартная вилка Marzocchi вполне подходит для нашего проекта, но требует доработок. Вилку необходимо укоротить на 25-30 мм из-за установки новых колес, чтобы сохранить стандартный наклон. Крепление датчика ABS и крыла на стаканах желательно срезать. Для этого требуется сделать полную разборку. Сначала выкручивается торцевой болт крепления демпфера и сливной болт. Затем сливается масло. Далее откручивается верхняя крышка. Чтобы снять пружину, необходимо надавить на спейсер и вытащить опорные вставки в ограничителе. Теперь снимается пыльник и вынимается перо вместе с трубкой, пружиной и демпфером. Стопорное кольцо сальника очень сложно снять. Потребуется время и силы, чтобы суметь это сделать. Сальник легко вынимается отверткой. После разборки все детали желательно тщательно очистить и промыть керосином. Стальные шайбы и посадочные места сальников на стаканах легко очистить с помощью бытового средства для снятия ржавчины. Вот так выглядит вилка в разборе после чистки и доработок. Посадочные места суппортов и подшипников колеса обязательно должны быть зачищены. Ненужные крепления на стаканах срезаны, а сами они покрыты тонким слоем матовой порошковой краски. Сальники при разборке всегда меняются на новые. Штоки демпферов укорочены на 25 мм. Это правильный способ уменьшить длину вилки. Новые пружины Raystatch, чтобы сделать стандартную туристическую вилку жестче и иметь запас регулировки длины для точной настройки. Перед сборкой необходимо определить длину спейсера под пружины. Для этого сперва измеряется длина спейсера с установленными пружиной, стаканом, шайбой и ограничителем на штоки. У нас получилось 123 мм. Преднатяг этих пружин для дорожного мотоцикла должен быть от 10 до 20 мм. Мы выставим преднатяг 17 мм, чтобы иметь запас регулировки в будущем, если это потребуется. Соответственно, длину спейсера надо увеличить на 17 мм. Разрезать спейсер легко нагретым канцелярским ножом. Торец желательно подровнять на наждачной бумаге. Демпфер с двумя отверстиями должен быть в правом стакане. Сборка начинается с крепления демпфера торцевым болтом. Направляющее кольцо стакана обязательно нужно смазать. Далее накидывается новая пружина с трубкой и пером. При этом направляющее кольцо и покрытие пера смазываются. Шайба накидывается выпуклой частью вниз. Сальник перед установкой необходимо смазать. Диаметр пера на этой вилке нестандартный – 41,7 мм, поэтому драйвер 41 мм не подходит. Чтобы не повредить покрытие пера, мы подложили плотный полиэтилен и забивали сальник киянкой через драйвер. Сальник забивается, пока не появится борозда под стопорное кольцо. Далее устанавливается стопорное кольцо и новый пыльник. Важно не забыть шайбу между пружиной и спейсером. В шток желательно вкрутить болт с веревкой, чтобы легко его вынимать. Отжать спейсер можно вручную, но требуется помощник, чтобы зафиксировать ограничитель на штоке. При полной разборке в перо заливается 400 грамм масла. Мы выбрали масло средней вязкости 10В. Его можно будет легко заменить на более вязкое, если потребуется сделать вилку жестче. В завершении закручивается торцевая крышка. Второе перо собирается аналогично. В результате получилась укороченная вилка с обновленным заводским видом. Это была доработка вилки. Подписывайтесь на канал и следите за развитием проекта на stantexclub.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова